Рабочий корреспондент Вот есть предложение до лекции Александра Сергеевича Казенова Предоставить слово для информации Про Аркадьевича Тюлькина Можно сюда, можно там Если не обвиняются преподаватели Так, но большинство знают И давали информацию о том, что Учредительный съезд в Москве пройдет Ротфронта Российского объединенного трудового фронта 22 февраля это мероприятие проведено И свершилось Значит, если оценивать вот сам вход в мероприятие То я бы сказал, что Вот так на четверку сработали И получили больше интерес К этому мероприятию Чем даже ожидали Было 233 делегата 61 регион И наверное человек 50-70 Всякого рода С одной стороны приглашенных С другой стороны средства информации А с третьей Обычно тусущаяся публика Которая бывает везде При любом мероприятии В том числе и так Которая Присутствует Рассказывает А потом начинает писать И оценки свои давать Знаешь, всякие подколки Под колки, под ковырги И так далее Значит, чего я должен Вот так вот заметить Что должно нас радовать Мне кажется Что происходит определенное наполнение Вот род фронта Организации Не просто Ями, сочувствующими Томами Союзниками по политической тусовке А что действительно Потянулись Те ребята Которые имеют опыт Реальной борьбы Были Ну, наши фортовцы были Так Значит Была защита Из кургана Сам водяников Так Значит Были Товарищи Из такого поселка Стрижи Есть В Кировской области За прессом Интернетом Знаешь Что там Сейчас идет борьба Вокруг завода Силикатного И они пробуют Получится Не получится Это не факт А пробуют Своим стачкомом Значит Давить на администрацию В том числе Областную Так Чтобы реализовать Модель Народного Предприятия Вроде Как они Так считают Что у них Получится Или получается Потому что Адмистратор Губернатор Припер Задницы К стенке И он Где-то Обещал Что Выделят Из администрации Деньги Чтобы погасить Долги И Вот этим Пакетом Областного Правительства Врубиться Чтобы на этой базе Дальше развивать Эту идею Это не к тому Чтобы мы оценивали Получится Не получится Хорошая идея Или плохая Или какая Есть какой-то Борющийся коллектив Это было градообразующее предприятие В этом поселке Вот в этом поселке Проведено собрание И все жители Стиградусные морозы Там Как 500 человек Собралось Приняли решение Вступить И так далее Это я к чему Что Наполняется Вот таким живым Классовым содержанием Это дело Это С одной стороны Радует С другой стороны Конечно И организаторы Должны понимать Что Не просто задача Идем на регистрацию Тут заявления Насобираем В законах Выполним требования И вроде как Речь идет о том Что действительно Раз наполняются Живым содержанием Люди идут всерьез Начинать в родфронт А ни в какой парке Не было И Конечно По сравнению с нами Они молодые Я в том числе Там уже вроде Как Конечно Нам болот за ребят Обычно Мужики в самом соку В районе Сороковника Вот такие Это требует От организации Того Чтобы она Действительно Занималась Не просто Регистрация Работает Значит Должен сказать Что вернувшись сюда Мы уже Так сказать Закруляем Организационные задачи В области Отделения Родфронтов Возглавия Лэтманов В области А что тоже Два субъекта А? Два субъекта А как иначе По закону Положено Поэтому Значит В городе Мы приняли решение Чтоб пока На базе Структура Открывалась Тем союзникам Которые Так сказать Включились В это дело Присваивается Статус С названием Организационной Или третьей Городской И Так сказать Они Сами работают Развиваются Так сказать Какая это Структурная связь Ну и соответственно Я думаю Что и с фондом Рабочей академии Со слушателями Надо это дело На чем хотел Обратить внимание Что и до Конечно Ущадительного Съезда Были всякие Шумы И хидновырки И всякие Эти самые А уж После съезда Они усилились Это наверное Закономерно Ну вот первое Скажем КПРФники Конечно Они вроде бы Самые большие С одной стороны Делают вид Что это Вроде там Какая-то Елка И чего-то А с другой Стороны Не могут Удержаться Так например Того же Рашкина Это их секретарь ЦК Уже прозвучало Потому что это Очередной Кремлевский проект Но дело Главное Даже не в этом Цитирую Почти полностью Как показывает Практика Те партии Которые Пробуют Ориентироваться На Радикально Настроенный Электорат Вот мол Как эти Самые Они не набирают Необходимой Численности Для регистрации И не могут Уметь успех Вот это уже Заложено Их взгляд Для них Видишь Те кто там Заврался Радикально Настроенный Электорат Не дай бог В экстремисты Попадем Не Вот мы Это По-другой Очень интересно Другая Публикация Появилась На сайте КПФ Санкт-Петербурга Некто Борис Борис Круглов По-моему Фамилия Очень Выступил Толково И говорит То что Пытаются Эти Радофронтовцы Значит Апеллировать Квезис Ум Владимира Ильича Поголовное Привлечение Трудящихся К управлению Слушай Это Просто Наивно Ленин В свое время Делал абсолютно правильно Потому что ему Досталось Какое наследство Буржуазная интеллигенция Хрен кого Привлечет К управлению У него Не было Другого выхода Кроме как Токарей Пекарей Кухар Сегодня Сегодня Чего они Притут Сегодня Выращен Такой слой Советской интеллигенции Мощнейшие Управленцы Которые Обладают То-се Пятое Десятое Именно Такие Сидят Во фракции КПРФ Поэтому Там нет Рабочих Что нам тут В укор Тюлькин Стали Так Поэтому Сейчас Нет необходимости Была большая ошибка Выдвигать Лозунг Поголовного Опять Привлечения Кухар Кухара Вот это Квинтэссенция Их позиции Элита Есть Управленцы Есть Только Не те Сейчас Там Сидят Надо Тех Сместить Этих Посадить И все И все Остальное Только Поддержать На выборах Электоральная Поддержка Все Будет Вот это Очень Интересный Момент А с другой Стороны Обрушился Вал Критики Я сейчас Назову Примерно Троцкисты Раз ВКПБ Два Наш друг Бурдюгов Политический Помощь Три Часть Левого Фронта Четыре Чуть Чуть Элементов Изнутри Пять Ну и Вот Всякие Там Примерно Такие Же Группы Или Отдельные Члены По Каким Параметрам Первое А это Уклон В третий Нианизм Уход С революционных Позиций Потери Революционной Перспективы Вот эти Товарищи Ну просто Давно Не заглядывали В манифест Где Сказано Что Коммунисты Так же Как и другие Рабочие Партии Борются За ближайшие Цели Но при этом Не выпускают Из виду Перспективы Второй Момент Значит Сдают Списки Так сказать На Проверку Урагу То есть Всех В охранку Так сказать На этот Тезис Лучше всего Ответили Сами Рабочие Те же Фордовцы Слушай Когда у нас Сейчас Ребята Выходят На забастуху Они прячутся Они себя Выставляют И мы вам Можем назвать Сколько раз Были Попушения Бандитские И на Этманова И на Слаева И на Парня из Единства И у Русов Сидит В тюрьме Интересно Рабочие Не боятся Идут Вперед Себя Выставляют А эти Политики Революционеры И говорят Нет Мы не будем Себя показывать Беречь Надо Вот этот Тезис Еще Интересно Еще Обычный Тезис Что О Значит Это на плечах Рабочего Класса Тут Определенная Номенклатура Левый фронт РКРП Тюлькин Молодцы Удальцов Хотя В Думу Въехали Вот этот Тезис Тоже Кроется Чем Что Во-первых Если Они Так Этим Изобучены То Они Должны По-ленински Вопрос Ставить Но Если Эти Негодные Вожди Надо Заменить Годными А Эту Работу Надо Организовать Особым Образом По-коммунистически Парламент Чтобы По-другому На пользу На развитие Борьбы Все Это было Построено А с их Постановкой Что Не ходите Сводится К тому Что Мы Поляну Так Уступим Геннадию Андреевичу Капарешнику Сами Не будем Мешать Нечего Туда Вмешиваться Не наше Дело На заднем Дворе Будем Там Проще Заниматься Ну И В общем Если Подводить Итог Все Эти Выступления В КПП Примерно В таком же Духе Не надо Объемные Вещи Выдают Но Все Они Сходятся В одном Примерно Так С какой Стороны У них Ничего Не выйдет У них Ничего Не получится Не получится Поэтому Они делают Все Сейчас Чтобы У них Не получилось Каждый На своем Месте Где бы Не находился То Кто Где Чтобы Не получилось Поэтому Наш Ответ Какой То У нас Получится Оно Зависит От того Как Мы Работать Будем Мы Точно Знаем Что Если Ничего Не будем Делать То Ничего Не получится По Ротфронту Поэтому Сейчас Практическую Полосу Знаете Вот Вчера Звонки Идут Из администрации Ставропольского Края Решите Поинтересоваться А кто От нашего Края Был А вы Что В нашем Крае Тоже Будете Строить Ротфронт А кто Был А фамилию Вы Можете Назвать Кто Приезжал Откуда Начали Поступать Руководящие Указания О где Другая Рассказать Спасибо Переходим К нашему Планную Заметлю Рассказать Сергей Старченко Профессор Ленинградского Государственного Университета Дорогие Товарищи У нас Планная Лекция Сегодня Борьба За повышение Заработной Платы Европе И Россия Мы С одной Стороны Есть Вроде бы Много Различного Европу Товарищ Ставит Вперед Как Образец С другой Я Нынче Посмотрел С точки зрения Одинаково Смотрю Что И в Европе И в России Профсоюзы Возникают Организованные Профсоюзы Возникают Практически Одинаково В условиях Кризис Кризис В Англии Возникли Волне Кризиса 25-27 Года Первый Такой Был Экономический Восемьсот А я Сказал Просто 25-27 Ну да В России Практически Вот это Организованное Движение Возникло В революции В кризис И в революцию 1905 Если Я уверен Что многие Смотрели Мемориальные Доски По нашему Городу Много Висит Так В 1906 Году Здесь Собирался Союз Металлистов Или Кожевников Или Печатников Или еще Разница Только В том Что Там Они Возникли На 80 Лет Раньше Но Это Вполне Обусловлено Тем Что Англия Английская Промышленность Первая Вступившая На почву Промышленной Революции Промышленного Перерота Конца 18 Начала 19 Века Она тут Вырвалась Вперед Поэтому И проблемы Возникли Эти Раньше Россия Была Несколько Отсталой Поэтому Период Стихийной Борьбы Рабочих И Права И Интерес За Зарплату Она Несколько Задержалась Но На почве Революции На почве Крииса Начало 20 века А у нас Тоже В России Возникли Профсоюзы Если Если Хотите Есть Средний Вариант Скажем Американские Профсоюзы Возникли Тоже На почве Кризиса 1857 Ну Можно сказать Тире 61 Год Который Привел Гражданской Войне Но еще Раньше Гражданской Войны Вот был Этот Кризис И возникли Американские Профсоюзы Возникли На той Почве Что Значит Оценились Деньги Сильная Инфляция Сократилось Производство Кушать Было Нечего Причем Американские Ребята Видимо Такие Крутые Значит С камнями Приехали К начальству Что Или Давай Работу И деньги Платить Нормально Или И так Далее Может Быть В пользу Америки И американского Капитала Я даю Сказать Что Вот они Все таки Наверное В основе Богатства Лежит Но и Поумнее Парни Уже В тысяч Я поумнее В сравнении С нашей Буржуазией Даже с немецкой В какой-то Они В 1902 Году Создали Министерство Труда Считается Что это Первый Такой Институт Государственного Регулирования Экономики Да Вот Был Там Ядор Рузвельт Он В какой-то Таком Ну Дальний Родственник Франклина Рузвельта Который Был В 30 Значит Вон Он В 1902 Году Учредил Вот это Министерство И это Министерство Она фактически Занималась Средней Заработной Платой Пенсиями Пособиями Инвалидов Инвалидам И вдовам Ну и вот Такие Социальные Вопросы Не Не уничтожение Профсоюза А наоборот Стимулирование Профсоюза И вот Наши Тунеядцы Они все Делают Для того Чтобы подвести Профсоюза Под начальство А Рузвельт И первый И второй Специально Значит Даже боролись Против Такого рода Профсоюзов Как у нас ФНПР И говорили Профсоюз Должен Защищать Работника В этом смысле Скажем Вот я Не запомнилась Вот эта Обстановка И вспоминаю И сейчас Вот вспомнилась На седьмом съезде ФНПР Присутствовал Владимир Владимирович Путин Тут сидит Шмаков И его орлы Вот такие Путин за трибуной Вот так говорит Повышение Заработной Платы Это же Ваша Кровная Обязанность То есть Президент Администрация Тыщет им в глаза Что они не занимаются Своей кровной Обязанностью Так вот И первый Рузвельт И второй Рузвельт Они как бы даже боролись Вот с этим Профсоюзом И фактически Тогда было В Америке Уже создано Первое Трудовое Законодательство И давалась Очень широкая Такая Свобода Профсоюзной Деятельности Профсоюзы Защищались Поэтому Нам тут С вами Значит В России И повезло В нескольких отношениях И вот Значит Достоинства Или недостатки Они продолжения достоинств Какой-то месяц Значит Ну во-первых Недостаток Тот Что Царское правительство Постаралось Что возможно Задушить Поэтому После Революции Девчонки 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 Стало 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 Благодарное И повезло В тепличных условиях Да Повезло Почему Потому что Он оказался Рабочий Славь В тепличных условиях Государство Все решает Партийные организации Тут Значит Всем руководит Путевки дают И так далее И они Профсоюзы Они не уничтожились Но в известной мере Поэтому Сейчас мы и переживаем Ситуацию Что у нас Такого серьезного Профсоюзного Движения Пока Ну Очень мало И Мы Движения Значит Я думаю Что почти все Сегодня вспомнят Осталось тут Немного Собственно Кстати Профсоюз Совет диспетчеров Я так понимаю Вступил В этот Ротфронт Да Виктор Еще не вступил Но Ну собирается Бабич вступил Да Они здесь Наиволее Передовые Вопросы потом Вот Витя Аркадьевич Ну и Вопрос о зарплате Он конечно Везде Всегда Один и центральный Ну и надо сказать Что Опять таки Американская Буржуазия Она Вовремя Схватила Этот вопрос И уже Теодор Рузвельт Установил Минимальную Зарплату В какой-то Мере Это плохо Но в какой-то Мере Значит Здесь есть И положительная Сторона Что все-таки Когда вот Наглая такая Буржуазия Еще Не было Советского Союза Наглые Эксплуататоры Конечно Им Это был Какой-то Такой Ну небольшой Но заслон Вот В других Странах Значит Заработная Плата Отвоевывается Практически В ежедневной Борьбе Как она Отвоевывается Два варианта Первый Постоянная Профсоюзная Работа Там Где профсоюз Имеет Такую Традицию Где он Закоплен в Преемственности Поколений Где Иногда Значит Внук Деда Имел Профсоюзного Работника И сам Он профсоюзный Работник Где Профсоюзное Сознание Оно Внедрено В жизнь В Англии Да От 1833 Года Поэтому Там Профсоюзы Решают Проблемы Относительно Просто И Если Возникают Какие-то Сложности То это Действительно Сложности Как было При Маргарет Тэтчер Которая Задушила Можно Сказать Так Выразиться Своими Руками Была Такая Большая Крупная Забастовка Шахтеров Те требовали Там Национализации Она Разогнала Шахтеров Делала По-своему И с тех пор Ее стали Называть Железная Леди Вот В какой-то Мере Такая Традиция Есть В Соединенных Штатах Америка Поэтому Если Конфликт Конфликты Разгораются То Разгораются Конфликты Серьезные В том числе Была Такая Знаменитая Забастовка Авиадиспетчеров И авиаработников При Рейгане И Рейган Тоже Значит Очень жестоко Жестко Разогнал Значит Этих Авиадиспетчеров И фактически Не выполнил Их права Но Это Исключительный Случай А вообще И английские Рабочие С одной стороны И их Английские Американские Значит Государственные Деятели С другой стороны Они Очень хорошо Это чувствуют Поэтому Когда возникает Проблема Повышения Заработной Платы То в обычном Порядке Речь заходит Об одном Двух Там Трех Процентах Профсоюзное Руководство Идет Значит К собственникам И те Как правило Решают Эти задачи Если Задачи Не решаются В простом Таком Порядке То Сразу же Профсоюз Значит Объявляет О готовности Забастов Вот Недавний Пример Такого рода Люфтганза Люфтганза Это Крупнейший Германский Авиаперевозчик Он Обслуживает Миллионы Людей Значит Профсоюз Выставили Требование Немного Повысить Заработную Плату Начальство Отказалось Причем Сначала Там Вопрос Стоил Что-то Такое Двадцать пять Миллионов Евро Начальство Отказалось Профсоюз Остановил Работу И за первые Два дня Компания Лишилась Сто двадцать пять Миллионов Миллионов Евро Евро И в Миллион Подергалась Подергалась И сейчас Вступила В переговор С Люфтганзой И я думаю Что эти вопросы Будут решены В Соединенных Штатах Америки Уже начиная С конца Двадцатого Века Эти вопросы Они настолько Отрегулировались Что там Даже Профсоюзы Как-то Тоже Немножко Просели Народ Как-то Так Немножко Расслабился Расслабился Трудовой И даже В крупнейшем Профсоюзе АФТ КПП Там Находится Примерно Пятнадцать Процентов От Работающего Населения То есть Большая Масса Трудового Народа Она Не включена В профсоюз Она Доверяет Начальству Руководства Американского И те Действительно С этой задачей Справляются Но Почему Потому что Штаты Ограбляя Значит Весь мир Штаты Штатовское Руководство Штатовский Капитал Ограбляя Весь мир Может поделиться И с рабочим Классом Частью Прибыли И поэтому Конечно Там Значит Хорошая И вот Эта вот Жизнь Такая Ну Более-менее С оплатой Почти стоимости Рабочей силы Она Привела К такому Ну Какому-то Относительному Относительному Порядку То есть Если Профсоюз Требует Повышение Зарплаты То как правило Там Эта Зарплата Повышается На 1-2% Или Повысили на 1-2% Цену на бензин Шоферы Выехали Заполонили все дороги Начальство Отступает Вот У нас же Эти вопросы Они не решены Почему не решены? Потому что На Западе Западный капитал Капитал уже В лице В лице правительства И хозяев Понимает Что Значит В цену Рабочей силы В заработную Плату Входит Забастовочная Борьба Вся Забастовочная Борьба Она Осуществляется На профсоюзные Взносы А профсоюзные Взносы Зарплаты И там Значит Трудящиеся Которые Участвуют В этой борьбе Они уже Это вполне Понимают Наша Наш рабочий Класс К сожалению Пока Это понимает Только Ну в каких-то Островках Поэтому Значит Один там Или два процента Отрывать от зарплаты Он Пока В массовом Порядке Не готов Хотя мы знаем Докеры По-моему Два процента Докеры Два процента Платят В профсоюз И вот Эти их успехи В 90-х годах И в начале Плевут Они как раз Обусловлены тем Что Значит Сильный Серьез Профсоюз Серьезная Организация Значит Собирает Достаточно И имеет Достаточное Количество Средств И может Себе позволить Такие Очень сложные Маневры Наша Остальная Масса Она вот К этому Видимо Не готова Поэтому Цена Рабочей силы В России Она В разы Меньше Чем ее стоимость Вот товарищи Проводили Оценки По стоимости Рабочей силы И пытались Решить вопрос В каком Порядке В каком темпе Можно к этому Приближаться И в общем Выяснилась картина Что Значит В пять В десять раз Зарплата Меньше Чем стоимость Рабочей силы Даже у докеров При Их хорошей Зарплате Сейчас уже Наверное Пятьдесят Шестьдесят Тысяч А стоимость Их рабочей силы Около Двухсот Тысяч То есть За двести За двести 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 две Двести две Была В девяносто седьмом В девяносто седьмом В девяносто седьмом году Была Двести Две тысячи рублей Значит И то им не доплачивали А на многих других Предприятиях Скажем Мы вот В Нижнем Новгороде Мы были На электромаши И здесь у нас На Сесрорецком Хлебокомбинате Где-то в десять раз Зарплата Меньше стоимости Рабочей силы Цена Восемь тысяч Кубри Нолочек Автоматически Ну зато За три дня Зато за три дня Да Еще и работать Не дают Только три дня Значит Вот какая Ситуация На сегодняшний день Причем Вот Теоретически Проблем здесь Теоретические проблемы Здесь давно уже решены Значит Мы И фонд рабочих В том числе Значит Давно уже поставили Вопрос О коллективном договоре Как Ну центральном инструменте борьбы Причем Нынче Вот только что был отчет Ленинградской федерации Независимых профсоюзов Они дают статистику Что они занялись Уже этим вопросом И около половины предприятий Санкт-Петербургской Ленинградской области Имеют трудовые договоры Но Если мы внимательно К этому отнесемся Мы получим Что Это коллективные Труговые договоры Сделанные начальством Определенные начальством И Принятые начальством так Что может быть работники Там и не знают ничего То есть Вот эта вот Пассивность Работников Она приводит к тому Что и сами договоры Они Ну не являются Результатом борьбы И поэтому Он не является Таким Эффективным Инструментом Современной борьбы Второй Пункт Мне кажется Теоретически Очень важный И тоже решенный Стоит в том Что Вот Повышать заработную плату Надо Не потолочным образом На 25% На 30% На 10% А методом научным То есть Методом Последовательного Приближения Даже можно сказать Планового Приближения С планом Рассчитанным На 5-10 лет Стоимости рабочей силы Цены рабочей силы К стоимости Рабочей силы Цены Цены рабочей силы К ее стоимости Вот Этот вопрос Уже ясен Причем На нескольких Вот профсоюзных Тут наших Собраниях Выступали Михаил Васильевич Другие товарищи Разъясняли Что Это путь Живой Настоящей Объективной борьбы Который Как бы снимает Вот этот Субъективный налет Вот мы требуем 25 А не 10 Мы требуем Только 10 А не 25 Поэтому 10 Не отдайте Как-то этот вопрос До широких кругов Он не доходит Вот куда далеко ходить Наш Уже так сказать Хорошо известный Почти наш Можно сказать Коллега Соратник Торщетманов Вот они тут В феврале Вели коллективные Переговоры На предмет заключения Нового коллективного договора И увеличения Зарварной платы Вот у Этманова Растает Мы хотим Увеличить Зарварную плату На 25% Значит Если кто помнит Когда возник Этот профсоюз Года 3 Уже наверное Вот они тогда Начали забастовку Увеличить нам Зарплату На 25% Тогда этот вопрос Теоретический Ну Никто не подымал И не решался Вот Теперь же Ну вот Мне кажется Так абстрактно Ставить вопрос Не стоит А именно Его надо Ставить В такой Научной перфективе Чтобы и начальство Понимало Что им некуда деваться То это не прихоть Этманова Или Петрова Или Сидорова А что это Значит Такая экономическая Необходимость Стоимость рабочей силы Да Что стоимость рабочей силы Вы должны отдать И Это вопрос Не Личной корысти И Значит Какой-то такой Жадности А это вопрос Исторической Необходимости Для России Почему Потому что Вот этот кризис Он показывает Что Америка Западные страны Западный капитал Они опять Вырываются вперед Они опять Выходят на новый Уровень развития А Россия Опять остается Со старьем И со старыми Рабочими кадрами Почему так получается Ну Потому что Во-первых Они не занимаются Средствами производства Техникой Машины С другой стороны Не занимаются Подготовкой кадров Не платят зарплату Работник Не имеет возможности Отдохнуть Почитать Значит Поучиться где-то Лишнее время На какие-то такие Доступные средства Тогда как Запад Это прежде всего Сейчас для работника Учеба Квалификация И учатся Поэтому дети По 12 лет И если только Так будет Продолжаться То наш Вот этот Застой И вот это Наша Отсталость Они будут Консервироваться И кстати Вот пока Я не вижу Таких Каких-то Резких шагов Которые бы Показывали Что Наше Правительство Видит Путь Модернизации Развития На путях Развития Средств Производства Самого Производства И человека Потому что Скажем Вот этот Весь разговор О нанотехнологиях Он Висит в воздухе Почему Потому что Нанотехнологии Они взяты Сами по себе Ну Ученые Талантливые Русские Насобирают Открытия Насобирают Изобретения Положат При нынешнем Стоянии На полку И они там Будут очень Хорошо Лежать Лучшие Остроумные Из них Продадут Их за рубеж Почему Потому что У нас Наше Производство Оно не восприимчиво К этому Оно не требует Этого Оно не обновляется Поэтому Оно эти технологии Если оно останется В той форме В которой оно есть Сейчас Оно их воспринимать Не будет В этом смысле Жарес Алферов Еще лет Пять назад Поставил этот вопрос И заявил Что Нам не нужна Государственная Денежная поддержка Нам нужны Заказы С предприятий С производства И они бы были Эти заказы С производства Если бы Значит Правительство Стимулировало Развитие Этого производства Если бы кто-то Был этим озабочен А если Производство Не развивается Какие заказы Заказов нет Или они есть Минимум Минимум Да Поэтому Я думаю Что Вот эта Вот историческая Задача Она на самом деле И задача Правительства И уж конечно Задача трудящихся И более Это задача Трудящихся В большей мере Чем задача Правительства Почему Потому что Правительство Это проблема Научить Широкий Круг Рабочих Вот этой Профсоюзной Работе Элементарному Борьбе За заработную Плату Почему Потому что Человек Не может Не поднимается На борьбу За заработную Плату Если он Не организован Элементарно В профсоюзе В борьбе За свои Элементарные Интересы То Никакой Другой Политической Борьбе Ни на какую Другую Политическую Борьбу Он не способен Я уж не говорю О том Что Вот раньше Говорили Профсоюз Школа Коммунизма Но вот В последние Там Восьмидесятые Годы Это уже Наоборот Наверное Была Школа Конечно Профсоюзы Это школа Коммунизма В профсоюзе Сейчас уже Могут Учиться Управлять И кухарки И кухаркины Дети И даже Сами рабочие Включаться В управление Поэтому Задачу Эту Развитие Профсоюзов Я думаю Что надо Видеть Не в будущем И не в Краткосрочной Перспективе А как Такую Постоянную Рудную Может быть В будущем Иногда Тяжелую Такую Скучноватую Работу Может быть Кому-то Кажется Что она Второстепенная Работа Но Без нее Никакая Другая Политическая Борьба Невозможна Политическая Борьба Возможна Только Вместе С Экономической И идеологической Борьбой Как вообще-то Она всегда И бывает Другое Дело Что Скажем Идеологическое В идеологическом Отношении Я думаю Что Россия Тут имеет Преимущество Преимущество За счет Того Что мы Имели Вполне Неадекватную Форму Диктатуры Пролетариата Совету И мы Им Вот этот Имеем Опыт Борьбы С буржуазией В условиях Социализма И в условиях Когда она Победила На Западе Такого Опыта Нет Вот Но Что касается Экономической Борьбы То я думаю Что у Запада Тут есть Еще много Многому Поучиться Я думаю Что Виктор Аркадьевич Он тут Еще Мог бы Рассказить О гречке В профсоюзах Может быть Он еще в выступлении Скажет что-нибудь Скажет Греческие профсоюзы Сильные Активные Профсоюзы Боевые профсоюзы И у них Безусловно Есть Чему Получиться Ну и Политическая работа Вот как Показывает Практика Виктор Аркадьевич Она Все-таки Потихоньку Идет Она Зреет Растет Я думаю Что Значит Эти потоки Все вместе В ближайшее время Будут развиваться И стало быть И движение Союзов России И движение Политическое В России Будут Крепнуть Так что Нам остается Только Готовиться К этой борьбе И стимулировать Это движение Вот что Можно доложить По этому вопросу Так пожалуйста Приходим к вопросам Поехали Есть программа О выводе промышленных предприятий Из крупных городов В том числе Из нашего города Вот роль профсоюзов Как-то не ощущается Сейчас Вот только что Валентина Ивановна Встречалась С первым заместителем Министра обороны И Где-то объявлено Более 400 предприятий Военно-промышленного комплекса В нашем городе Привести инвентаризацию И многие предприятия Перепрофилировать Ну мы знаем Даже Из многих Уже предприятий Есть бизнес-центры Торгово-развлекательные комплексы И прочее-прочее Еще 400 Вот уже сегодня обсуждалось Как вы считаете Вот тут Профсоюзы Могут ли Влиять И как влиять И родфронт Только что Который организован Как он должен влиять И должен ли он влиять На эти процессы Спасибо Но если ставить вопрос Такой в общей форме Может ли влиять То и ответ В общей форме Конечно может Другое дело Что профсоюзы Их сила Пока еще такова Что серьезно Повлиять на это Дело На эти процессы Я думаю Они все-таки не могут Пусть работают В этом направлении Значит Стараются тут Что-то сделать В какой-то мере Это для них необходимо Потому что Их загонят туда В резервацию Вот Но Какого-то серьезного Влияния Я думаю Что пока Они не окажут К этому надо Еще только учиться К этому надо Еще только стремиться Хотя возможность Такая есть Конечно А Ротфрукт Как он должен влиять На этих процессах Или нет Я думаю Что обязательно И как он должен Вообще влиять Ну Пути Известные Значит Идейные Идейное влияние Выступления Статьи Казеты Пикеты Митинги Демонстрации Если есть Какая-то Конкретная проблема Вот в этой проблеме Общей Есть еще Какая-то проблема То есть Выступать Нужно по каким-то Конкретным Пожалуйста Еще вопрос Вопрос Какой Только зарплата Но и организация Производства Техника безопасности Ну вообще Профсоюз должен Значит Всеми Заниматься Но сегодня У нас Но сегодня У нас Сла речь В основном О зарплате Вопрос этот Выделили А вообще Правильно Конечно Профсоюз занимается Управлением Должен учиться Управлять И участвовать В управлении Тем более Своей Профсоюзной Организацией Своим Предприятием До этих пор Советовал Государство Союз только путевки Распределял Ну Следил Ну Тоже Это сильно Преувеличено Занимался Кое-чем Профсоюз Значит Во-первых Путевки А это все-таки Обережение Рабочей силы И человека Там Путевки Профсоюзов При Больших Профсоюзах Были Профилактории То есть Человек мог Без отрыва От производства Значит Отдохнуть Попитаться Подлечиться Теперь Как не прыгай А профсоюз Лидер Профсоюзной Организации Входил В так называемую Тройку Директор Секретарь Подкома Секретарь Представитель Профсоюзной Организации И в какой-то Он влиял Он влиял На решение Теперь Просто Своим Присутствием Вот он Ничего не будет Делать Но он Есть И уже Начальство Так это На чеку Что как бы Там профсоюз Чего-нибудь Не такой Теперь Были Народные Контроли Помните Были Народные Контроли Они В значительной Мере Стимулировались Как-то Так Подталкивались Профсоюзами И шли Даже в значительной Мере По такой По профсоюзной Линии Так что Не стоит Так уж Сводить Все К путевкам Хотя Конечно Жили они В слишком Благоприятных Условиях И не всегда Отстаивали Интересы Работников Рабочих В той Мере В которой Это даже Было Нужно В условиях Вот Восьмидесятых Годов Советы Были Рабочие Были решены Власти Пожалуйста Добавление Потом Сейчас вопросы Пока Всякое повышение Зарплаты Оно зависит От повышения Выпуск Продукции А если продукция Не повышается То Вот Направо Производитель Бабки Никакой Ничего Ты не получишь И вы Давайте Заплатите А вот Как Был Каждый Работник Каждый Каждый Предприниматель Как Болел За Производство А так Болез Значит Работник Работник Вот И выполняет Свой план Вот его Болезнь За производство А Болезнь За производство Капиталиста Состоит в том Чтобы платить Заработную Плату На уровне Стоимости Но они Эту свою Болезнь И заботу Не осуществляют Не реализуют Что же касается Производительности Труда То Капиталисты Повышаете вы Производительность Или не повышаете Вы производительность Труда Они Готовы Выжать из вас Все сутки Теперь Опять-таки В наших Газетах Была вот Эта вот Теоретическая Сторона Дело освещено Что И Собственник И работник Заинтересованы Объективно Заинтересованы В повышении Производительности Труда И если бы Значит Собственник Это понимал И хотя бы Чуть-чуть Делился С работниками Значит Ростом доходов Вследствие повышения Производительности Труда И то бы Это была Большая Такая вот Значит Большая бы Работа Большое Предближение Значит Такому Ну К нормальному Состоянию Но Вот как Показал опыт Докеров Там только На ПКТ По-моему Значит Учитывают Рост Производительности Труда Прирост Прибыли За счет Производительности Труда Ну и Перераспределение Какой-то части В пользу Рабочих А в остальном В других Таких Примерах Я не знаю То есть С одной стороны Это связанные Вещи С другой стороны Капиталисты Тут ведут себя По-разному И в основном Значит Забирают Все прибыль В том числе И которая получена За счет Производительности Труда Роста Производительности Да К себе Зарплата Включает Да И часть Зарплат Даже Включает В себе Прибыль Танцович Вот Помните До того Как была Разработана Методика Робы Зарплата Методом Приближения Счетной Стоимости Рабочей Силы У нас Была Такая Простая Формула Которая Сила И допустить Снижение Реального Содержания Заработной Платы Вот Не кажется И вам Что мы ее Незаслуженно Забыли Особенно В годы Кризиса Вот этих Самых Сейчас Я думаю Что мы ее Не забыли А тут Дело в том Что Вот Первое Даже в экономической Борьбе Да Первое На что Натыкается Работник И что ему Можно разъяснить И на что Он может Подвигнуться Это Хотя бы Сохранить То есть Рабочие Понимают Что инфляция Вымывает Заработную Плату И чтобы Хотя бы Сохранить Значит Можно Ставить Вопрос О Сохранении Реального Уровня Заработной Платы Но Мы уже Продвинулись Более Широко И теперь Значит Вот эта Борьба За Приближение Заработной Платы К стоимости Рабочей Сил Она это Включает То есть Это никуда Не пропало Чай Но для тех Профсоюзных Организаций Которые Еще не доросли До этого Шага Хотя бы На этом Первом Загляемся Здорово Не обзывайте Здорово Здорово Уже К выступлению Приходите Давайте Так Пожалуйста Давайте К выступлению Става Васильевич По факту Это хоть назвать Которые Надо принять Что Здесь Очень интересно Догладом Первый факт Остающийся Борьбы Греческих Наших товарищей Мы знали С вами Что Там Довольно Таки Хорошо развито Рабочее движение Есть очень Боевые профсоюзы Эти боевые профсоюзы Как у нас Скажем Они Рассы профсоюзов России Только посильнее Побоявите Греческий Рабочий фронт Памы Эти профсоюзы Насколько мы знали Они Значительную часть Но меньшую часть Рабочие Вели за собой Сказалось Вот такая была Картина До этого года А вот в этом году 24 февраля В связи С тем Кризисом Который В связи С тем Что оппортунистическая Часть Могла собрать Только 3-4 Стоит там Требования А вот В качестве Протеста Против попыток Повысить пенсии Пенсионные По социальному Страхованию Понизить зарплату Меньшить Канятость Он собрал только В одних Афинах 24 февраля Этого года В целом В Греции Около 40 Пенсии Это очень Много И надо сказать Что Можно сказать Что Влады большой работы Коммунистической партии Греции Потому что Можно сказать Что С такой Начались Серьезные проблемы Серьезные События Подготовленные Работают Вот к ним Вдруг быстро Перетекла И подрала И значительная часть Это первое событие И конечно Я думаю Пройдет в Греции Так вот Это все Осуществить Те рекомендации Которые у нас Были У нас были Рекомендации Трехсторонней комиссии Правительства Объединения Маковские профсоюзы Трехсторонняя комиссия Как известно Разослала циркуляр Мы его добыли На ПГТ Во время переговоров Вернее Нам Больше никаких Источников Я вот сейчас Уже могу сказать Что это Кажется мировое Было такое Это на заседании Двадцатки В любом случае И в других странах То же самое Везде одинаковое Политика проводилась У нас сделали то Что проводилось Во всех странах Меньше работать Меньше получать Меньше кушать Я об этом Заметку Такую маленькую давал Как углубить И продлить Вот Потому что Этот итог И приводило К его углублению И вот надо сказать Что Среди тех Кто не откликнулся На этот призыв И зов Оказалась Профсоюзная организация Переговоры Строго в соответствии С тем Вот Ставим Тут вопрос О Движении Денежного выражения Заработной платы К стоимости рабочей Было тут никаких Формально Есть В законе Одна сторона Социального партнерства Предлагает начать Переговоры Они через 7 дней Они через 7 дней Начались И идут уже год На начальных этапах Мы обменивались Магами Из-за частности Сначала Появился приказ Директора О провести переговоры О приближении Заработной платы Денежного выражения К стоимости рабочей силы Что было уже интересно Почитать В излаге Генерального директора Первого Кау Первый контейнер Мы пишем Были всякие Сделаны попытки А где обоснования А почему так Это мы это все Подавляли Всякие обоснования И наконец Наши противники На переговорах Решили тоже дать Заключение Профессору Теперь конечно Университет Компания Та сказала Что да Интересная постановка Но все таки Я не согласен С цифрами Должно быть 100 тысяч рублей Стоимость рабочей силы Как наши противники Скисли Теоретически 100 тысяч Говорят 200 Говорят Ну все таки Там может быть Жена же работать Это оказывается Нет уже у нас Во всяком случае Попали в такой Теоретический капкан Затем Затем Говорят Нам все время Объясняли Какой тяжелый кризис Как администрация И все Много Это мы кивали И говорили На каждом заседании Рана работников Выставляла требования О том Что пожалуйста Дайте нам доходы Мы хотим вместе с вами Поплакать Как вам тяжело А с доходами Была такая картина Действительно Блок На 25 И более процентов А у них Так сказать Таможня еще есть Жрать из контейнеров Потом загружает Из этого Получает все в долларах А доллар резко схохнул Поэтому там Получилось идеально Заработная плата пошла вниз На 25 процентов Сократилась На ПКТ А доходы Увеличились Причем Долго мы из них выбивали Они все время Стояли Что это военная тайна Ни за что не скажем И так далее И наконец Директор по режиму Стоит Хорошо Не хотите говорить Не говорите Раз не говорите Значит у вас хорошо Это нам и так ясно Скажите Ну хоть динамика Какова доля зарплаты В доходах Ратет или падает Он говорит Ну Ой Я этого не говорил Короче говоря Это ясно Можно было проследить Что это Всеобщая Всеобщая Обман народа Когда это был И особенно ярко Он сейчас виден Потому что Вот в этом же парку Пять компаний Из них компаний Лисинских Там же все плакали Так же администрацию Со слезами на глазах Как тяжело Как плохо Как нету денег Нету денег Нету денег Значит вот итог Подвели Значит На ПКТ После двухнедельной Работы по правилам Когда медленно-медленно Ездили Осторожность Новая и дорогая И потому что Люди очень ценные Не должно быть никакой Аварий И как-то с обидой Все время Доворок Первых заместителей Вот вы Мы боремся с конкурентами Во все Вы что делаете Ну что делаете Так сказать Там в отличие Там ребят Эдмонторских Там докеры Не сделали Чтобы меньше Норм Один процент Железно выполнялся Делаешь 99 Скажешь Чтобы не выполнить Процент Если я сделал 101% Не за что увольнять Ну не 160 Не 180 Пере выполнение нормы Плюс уберите В выходные дни Работу Уберите сверхурочные И будет очень сильное Воздействие Значит итог Итог такой С 1 октября Повышены 1 октября Повышены тарифные ставки На 7,5% С 1 января Этого года Повышены тарифные ставки Еще на 7,9% Общий рост Составил 15% Номинальные заработные платы Минус 8,5% 6,5% Прирост реальной заработной платы За время кризиса Значит переговоры продолжаются Согласно закону Закону Рабочих Которые Освобождают Для участия переговоров Можно заведеть на срок Не более 3 месяцев Поэтому там 3 месяца проходят Эти уходят Новые приходят То есть там хорошая забастовка В малых дозах Заплачиваем Причем с ассоцией Сейчас новые Вряды эти поедут Наконец уже принято решение Поедут на свидание Российского комитета Новенькие уже Сторые очередные сидят То есть там эту школу Работы проходят И переговоры продолжаются И у нас вот Такие есть мысли Что Аминистрация Вот эти наши планы На много лет Она Мне в голове такого нет Чтобы думать Нарошить терминал Там Я сразу не глупый Но они не способны Поэтому мы сейчас Думаем изменить Постановку вопроса Вот вы В кризисный год Значит на 6,5 Реальные Содержание зарплаты Увеличили Да Это вот Нижняя граница Давайте на 8 Каждый год А сколько будет инфляции Это нас вообще Мало волнует Важно чтобы Реальное содержание Заработной платы Повышалось на какой-то процент Кстати Кстати у Аэродиспетчеров У них Так же стоит вопрос Хотя у них там Развязалась большая война Значит Насколько доходы Выросли Настолько И Надо быть повышено Два раза в год А доходы У авиадиспетчеров Самой компании Госкорпорация По организации Воздушного движения Увеличивались В эффекте Вот В этой компании На ПКТ Никто ни за что не дает Никаких данных Подоход И не надо с ними Связываться Вы нам повышаете Реальное содержание Зарплаты Не менее чем По 6,5% В год И все Нельзя только ставить 6,5% А то они еще ниже А 6,5% Это в кризисный год А у нас же не будет Вечный кризис Ну 8,10 Этот опыт показывает Что произошло В это время Коллеги Первого контейнерного терминала Компании Товарища Лисина Сделали Как мы можем сказать Оппортунистический профиль Сделали все Чтобы их Вышел на первое место Я вот их лично Я думаю Единственное Что они не доработали Вот Лисин вышел На первое место С суммой 18,8 миллиардов долларов Это вот Тот человек Который руководит Компании В которых рассказывали Докером Что денег нет А почему их нет Они все пошли На завоевание Первого места Но уж я думаю Где-то две десятых Могли бы докеры Еще подкинуть Из своей зарплаты Чтобы как-то прилично Было 19 миллиардов долларов У Лисина А то как-то 18,8 Звучит Вот так сказать В пределах одного порта Можно сказать Можно видеть Что значит боевая Такая профсоюзная Работа И настоящая борьба Ведь докеры Две недели Работали по правилам Как часы Две недели Во всех сменах Все смены Продемонстрировали Что разговор Разговорами Ну и можно сказать Что некоторая Новая тактика Потому что сейчас Коллективный трудовой спор Строят Дело запрещают Дело Объявляют Незаконно Во время любой забастовки Все равно переговоры Сначала Примирительная комиссия Потом трудовой арбитраж Потом Посредник Может быть Потом согласительная комиссия Во время самой забастовки А тут так разговаривают Разговаривают Мы все время Так у нас нет Коллективного спора У нас нет никакой Забастовки Но вы это сделаете Вот это сделаете И так сказать И все время Дети могут держать Тем самым В напряжении Новый опыт Который И который Вот показал Что это реально Но я еще Не все завоевания Сказал Потому что Одновременно Они заставили Еще повысить классность С четвертого На третий класс Перевести Всех докеров Разом Ну конечно Экзамены устроились Семным видом И всех перевели И плюс Еще Месячную зарплату Время Выдали Разделили пополам И в два Учитывая Социальную напряженность Такую большую Что народ сейчас Работает вообще Но то Что я сказал В отношении 15% Это не разовое повышение Это повышение Уже уровня То есть сначала Тариф на 15 То есть тариф на 7,5 И на 7 В общем В итоге получилось На 15% Поэтому Вот Годовое увеличение На 6,5% А так как реальный факт Этот КТ Перегружает 35% Контейнеров России То есть Не какое-то Маленькое предприятие Что вы дескать Ну вот это Там Не случайно А кто там Собственники Вроде говорили Китайцы там Были уже Южилин Ну уже никто Не знает Кто собственники Этого первого Контейнера Там вообще Все покрыто тайно Сначала Снижение на 25% Повышение на 15% То есть Они не дошли Еще до того Нет Они-то все перекрыли Все Это вы же на 25% Было снижение зарплаты Было снижение зарплаты Сейчас перекрытие Переграли за счет Классности Сначала Сначала Они вот это было Классность Потом Заплатили еще То есть Там это Частично Восполнили А потом Вот это уже Систематическое Повышение В итоге на 15% Увеличились Тарифные ставки А тарифные ставки То есть Больше стали Чем они были Год назад На 15% То есть У них не было За счет сверхурочной За счет Работы Не было Зарпата Упала Не было работы Спасибо Так еще есть Я бы все-таки Еще раз Обратил внимание На тот момент Который Вопрос задавал Это мысли Вот с вчерашнего Портсобрания Мы на Васильевском острове Были С Алексеем Алексеевичем Там У нас Председатель Правкома В институте Есть Товарищ Балтийского завода Член правкома Вот сплошное явление В кризисный год Так сказать Вынужденный Вроде как Войти В ситуацию И уменьшено И там И здесь И так далее И вот даже Те Первоначальные Наши знания Что Из такое понятия Реальное содержание Заработной платы И забить в полдогов Хотя бы Не допускать Ее Снижение Вот это Вот так сказать Довеки Рванули куда-то А эти Еще не умеют Еще здесь Топчутся Еще им неудобно Как-то Ну Значит Конечно Это надо Все учитывать Что я хотел Маленько добавить Михаил Васильевич По грекам Там действительно Профсоюзы Они Одни из самых сильных Я бы еще сказал Что Одни Наверное Из самых Политизированных Такой Интересный Показатель Компартия Греции На выборах Парламент Получает Где-то В районе Восьми процентов А у них Разрешены Выборы По Политическим Платформам Профсоюз Профсоюз Детских садов Не хватает Почему Профсоюз Не займется Мог бы не Организовать Казалось бы И там Много советских Греков Есть Которые знают Как у нас Детские сады Просто детские сады А с программой Начального обучения Они вообще До этого Чем Нет Вот только Как встанешь На путь Что профсоюз Начнет заниматься Там Мочки Социальное Обеспечение Пропало Заставить добиться От работодателя Чтоб они сделали Организовали Куда-то Я думаю Что вот Не случайно Именно Вот из-за Боевых Познящихся Такой лай Идет На Грецию В целом В стране ЕС А это Слабое звено Вот они Так сказать Допляют Дефицит Это Они сами Себя Не прокамливают РМР То есть Это сильнейшее Такое Психологическое Давление От Греческое Правительство Своего Кажется перевести Стрелки На профсоюз В Арте В Греции Раскачивают Лодку Это Они Приводят Такому Положению Нас Вычеркнут Сейчас ЕС Это Они Будут Виноваты Интереснейшая Такая Идет Борьба По Поправлению В этой Среди Конечно Нам кажется Мне так Думается Что Надо Найти Вот нам Несколько Работ Которые Есть Выводящие На чистую Воду Супруга Рая В том Числе Активно И фордовцы Все время Подкидывают Да Это Все Лжи Это Марксистские Штучки Это Цена Рабочей Силы Это То Сегодня Надо Ориентироваться Прогрессивно Как на западе Центр Достигнут А вон Там Мыры Надо Посмотреть Я Так Недостаточно Хорошо Что Достаточно Включу Это Слово Спасибо Дорогие Товарищи За Дополнение Ценные Замечания Я думаю Что Россия Это Такая Страна Которая Быстро Усваивает Передовой Международный Опыт Имеет Богатый Свой Опыт Наша Задача Только Этот Опыт Перевалить Освоить Если В каком-то Смысли Можем Не можем Я думаю Что Дела Работают Волю Эспективно Следующее занятие Следующий четверг А что будет Тема Интереснейшая Возрождение Отечественной промышленности Какой Четверг Какой Такой Промышленности Отечественной 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 Отечественной